В эфире Дагестанское радио. С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня 12 сентября, понедельник. В студии Джамиля Богомедова «Доброе утро». Сегодня во всем мире отмечается один из главных мусульманских праздников – Курбан-Байрам. Курбан-Байрам или Ид-Аль-Адха – один из самых значимых праздников в исламе. Мусульмане всего мира отмечают его в 10-й день месяца Зульхиджа в память жертвоприношения пророка Ибрагима. В этот день верующие совершают обряд жертвоприношения. По религиозным канонам две трети туши с животного следует раздать, а треть оставить себе. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам. Этот праздник является неотъемлемой частью богатейшего духовного наследия нашего многонационального народа и символизирует милосердие и человеколюбие, духовную чистоту и благочестие. В эти радостные дни, знаменующие завершение паломничества хаджа, мусульмане благодарят Всевышнего за его безграничную милость и стремятся к духовно-нравственному совершенству. Убежден, что светлый праздник мусульман Курбан-Байрам послужит объединению жителей нашей республики на основе ценностей добра, приумножению духовного богатства нашего народа, укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранению мира и стабильности в республике. Желаю всем дагестанцам доброго здоровья, благополучия, мира и согласия, говорится в поздравлении. С поздравлениями от муфтия Дагестана шейха Ахмад Хаджа Абдулаева, главный редактор газеты «Исламский вестник» Магомед Гамзатов. Дорогие братья и сестры, от всего сердца поздравляю вас с праздником Идуль-Атха. Это праздник жертвоприношения Аллаху, отмечаемый 10-го Зульхиджа, память о послушании Аллаху, пророка Ибрагима, а.с. Идуль-Атха или Курбан-Байрам – великий праздник мусульман. Благословенное время радостного утверждения веры, освобождения души от неправедных намерений, Счастливое время обретения искренности. Всевышний Аллах наделил этот праздничный день высоким служением. Курбан-Байрам отмечен обрядом заклания жертвенного животного. Да благословит Аллах ваши служения и усердия на его пути. Да примет Аллах ваши пожертвования, очистив их от всех недостатков. Да сделает он ваши курбаны транспортом для перевозки вас в судный день через мост Сират в рай. Амин. Муфти Дагестана, шейх Ахмад Хаджи Афанди. Наш корреспондент провел опрос среди жителей Махачкалы. Отрадно отметить, что большинство из запрошенных, а также гости столицы знают историю мусульманского праздника. Меня зовут Абдулла Мухаммад. Конечно, мы отмечаем каждый год этот праздник, потому что этот праздник знает для мусульманского мира большое значение. В этот день нашим пророку Ибраиму А.С. Во сне ему снился, что он убивает своего сына Исмаил. Первый раз ему снился, это второй день, третий день, почти три дня подряд ему снился этот сон. У него не было сомнений, что это от Аллаха, потому что сны пророков, они на самом деле, как им постоянно снился, так и будут. А ему, когда снился этот сон, сказал он своему сыну Исмаилу, что я во сне вижу, что я тебя убиваю. Исмаил, он принял это с уважением к отцу и говорил ему, сделай, что Аллах приказал тебе. Я принимаю это с радостью, с удовольствием, потому что это приказ Аллаха. Когда решил наш пророк сделать это, вы знаете отношение, какое отношение между отцом и сыном. Никто сейчас из наших людей не представляет, что он убивает сына. Исмаил, что ему сказал? Исмаил говорил ему, пусть будет ночь, вот такая острая ночь, пусть будет, и порезайте меня быстро, чтобы я не почувствовал боль. Когда наш пророк Ибрахим, алейсалт вассалам, решил это сделать, Аллах видел, что Ибрахим, алейсалт вассалам, уже решил выполнить, что он его приказал. А в то время, когда он решил его убивать, Аллах подарил его с неба, отправил ему с ангелом Джибраила, большой баран, как жертва. И после него был для нас этот суннат, потому что если в то время наш пророк Ибрахим убил или порезал своего сына, каждый человек, если он хочет удхият, это очень страшно. Поэтому это пощадка от Аллаха, что он отправил ему в жертву. И мы отмечаем, этот день был 10-й из Вильхижжа. До этого дня освободает День Арафат. День Арафат даже имеет большое значение для мусульманских людей. Потому что в этот день, после того, что Аллах пустил Адам и Хава на землю, каждый из них попал в одну землю. И после нескольких времени, ни год, ни два, больше может быть, они встретились с объемом. Место встречи было это в арабской Саудии, гора Арафат. Как вы проводите этот праздник? Человек, он должен использовать такие случаи, чтобы ему было приятно, что он делает что-то приятное для других людей. Обычно в этот день мы садака делаем. Подарок – это поздравление для всех мусульман. Лучше, чем это бывает у нас, это садака. По помощи этой садака, милостью, богатый человек помогает бедному. Это самый хороший подарок. Радость в душе. Семья собирается. В случае, чтобы все собрались, все видели друг друга, поздравились. Потому что для нам это значит большое значение. Праздник в год. Мы собираем два праздника. Эти два праздника надо хорошо отмечать. Отметим, что более 7 тысяч человек встречает Курбан-Байрам-Хаджа. Первые авиарейсы с возвращающимися из Хаджа дагестанскими паломниками ожидаются с 18 сентября. Открытие 64-й сессии Народного собрания Республики 5-го созыва состоится завтра, 13 сентября, в городе Махачкале, в 10 часов, в зале заседания Народного собрания Республики Дагестан. Регистрация депутатов, прибывающих на сессию, будет производиться завтра с 8 часов 30 минут в фойе здания. Сотрудники Управления Роспотребнадзора Республики готовятся к периоду похолодания и повышения влажности. В союзнике против острых респиратурно-вирусных заболеваний призвана прививка. По мнению медиков, это одна из самых эффективных мер профилактики гриппа и ОРВИ. Бесплатные инъекции уже получили более 150 тысяч жителей республики. В эти дни работа по вакцинации населения ведется во всех медицинских учреждениях Дагестана и территориальных отделах Роспотребнадзора, подчеркнул эксперт отдела надзора из-за инфекционными заболеваниями Роспотребнадзора по Республике Дагестан Мурат Рамазанов. Прививка против гриппа является мощным профилактическим средством и снижает вероятность развития гриппа при попадании вируса в организм. Иммунитет, возникающий в результате вакцинации, он сохраняется всего лишь один год и эффективен против конкретного штамма вируса. Поэтому ежегодно необходимо провести вакцинацию. Новости культуры Симфонический оркестр Республики Дагестан под руководством народного артиста России Валерия Хлебникова и лауреаты международных конкурсов пианистка Мария Немцова, саксофонист Виталий Ватуля и скрипач Артем Шишков выступили накануне в Махачкале в зале Кумырского театра в рамках благотворительного проекта «Музыка за мир». Главная цель организаторов – объединить людей различных политических и религиозных взглядов через музыку, настроить их на мир и созидание, сделать общество гармоничнее. Прикоснувшийся к крылом ангелу. Выставка под таким названием открыта в зале Союза художников Дагестана. Свои работы представляет выпускник Дагестанского художественного училища имени Джемала, член Союза художников России Шершавик Кадиев. Автор родом из Дагестана, но живет и работает в Санкт-Петербурге. Именно поэтому на живописных полотнах мелькают то горные вершины, то питерские улочки или мосты. Эту выставку художник посвящает отцу и будет она проходить в течение месяца. Сама выставка называется «Прикоснувшийся к крылом ангелу». Вот я вот когда ездил в горы, рассказали такую легенду. Вот когда ангел Чембраил спустился на землю, увидел такую красоту и слегка прикоснулся к крылом нашу гору Шалбузда. И мне эта легенда так понравилась, что решил написать. 13 сентября в 18.30 театр поэзии приглашает посетить новый вечер проекта «Читаем вслух». Прозвучат героические песни народов Дагестана «Ко дню единства народов Дагестана», который отмечается 15 сентября. По инициативе депутата Кировского районного собрания Тимура Алиева в парке имени Ленинского комсомола установлена арт-скамейка в честь борцов вольного стиля. Эскиз арт-объекта изготовил сам депутат. В планах у депутата сделать скамейку татами, посвященную дзюдо и скамейку для футбольных болельщиков. Вы слушали информационный выпуск «Вести Дагестан». Субтитры создавал DimaTorzok